Я маленькая же была, на палочку его посадила вот так вот. А он сгорел, он подсох и сгорел. Я так кричала, до сих пор у меня в голове вот этот крик стоит. Такие воспоминания о небольшом кусочке хлеба рассказывает жительница блокадного Ленинграда Валентина Гоман. В то время ей было всего 4 года. Но ужасы войны не стереть из памяти. 27 января в Десногорском историко-краеведческом музее прошёл открытый урок, на котором детям из третишколы рассказали о том, как 872 дня люди жили в острой нехватке продуктов питания и в постоянном страхе. Всю тяжесть на себе несли. И вот каково матери было, когда на них смотрят голодные дети голодными глазами, а мать не может ничего сделать и ничего им дать. В блокадном Ленинграде начался массовый голод, который усугубился суровой зимой. К ноябрю 1941 года норма выдачи хлеба для детей и ждевенцев достигла минимального значения – 125 граммов. Но такие крохотные кусочки хлеба придавали людям силу и надежду на жизнь. На уроке, посвящённом 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, присутствовали и почётные лица города. Они напомнили молодому поколению о героическом подвиге тех тяжёлых лет. Таким кусочком кормился человек целый день, сутки. И благодаря этому кусочку они выживали, они трудились и они воевали. Они отстояли победу, отстояли мир на земле. С важной для всей страны датой Валентину Гомон поздравила и начальника отдела социальной защиты Злата Бриллиантова. «Для Санкт-Петербурга и тогда Ленинграда в годы Великой Отечественной войны – это был великий праздник. Поэтому вот с этим освобождением нашей страны мы вас поздравляем. Спасибо вам большое». Главным символом этой всероссийской акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов. Его волонтёры и раздали всем гостям в завершении мероприятия. Конечно, выглядит хлеб сейчас иначе – пышнее, аппетитнее, да и состав совсем другой. Настоящий блокадный хлеб не имел ни вкуса, ни запаха. Он состоял из целлюлозы, жмыха и мучной пыли.